Психологию, остановки. Приходят люди, у которых уже нет выхода. Очень стало модно это делать. Болезни сигнализируют о том, что тебе пора обратить внимание на себя. Что-то не то происходит в своей жизни. Ну ладно, давайте уже вашу эзотерику. Деньги – это индикатор того, находимся ли мы на своем месте. Можно ли доверять всем специалистам, которые занимаются расстановками? Иногда это смотрится достаточно дико. Стандартные методы психологии, они не до конца раскрывают смысл того, что происходит на самом деле. Друзья, всем привет! Меня зовут Лена Плотикова, и вы на моем канале, где я обычно показываю бизнес и профессии, а также приглашаю людей, которые, на мой взгляд, могут вдохновить, мотивировать и даже помочь мне и моим зрителям, конечно же. И сегодня мой герой – Арина Лозыкина. Это психолог, которая специализируется на таком методе, как расстановки. Арина была финансистом в России и, переехав в Америку, тоже с мужем занялась бизнесом, а именно созданием компании, пэкгерем виртуальной реальности. Но в какой-то момент Арина поняла, что это не ее, и она хочет уходить в психологию, получила психологическое образование, сейчас собирает группы, делает ребятам расстановки. И, собственно, я о ее работе и о том, как она помогает, узнала от своих знакомых после их восторженных комментариев работы с Ариной. И мне сегодня хочется с ней поговорить именно о таком методе, как расстановки, потому что он буквально заполонил Инстаграм, Ютуб и в целом социальные сети. Это стало модным направлением. И мне пока непонятно, насколько это просто популярный метод, на котором можно зарабатывать деньги, действительно ли он может помогать, как выбрать специалиста и вообще, как с помощью расстановок приобрести деньги и свою самореализацию. Именно с этими двумя направлениями по большей части и работает Арина. Поэтому, если у вас остерко стоит вопрос денег, тем ли вы занимаетесь, нужно ли вам, например, переезжать в другую страну, смотрите этот выпуск до конца, мы постараемся на это ответить. Но прежде чем мы перейдем к разговору, у меня хорошая новость для тех, кто хочет иметь свой Ютуб-канал, но до сих пор не решается его начать. Я подготовила бесплатное видео с пятью шагами, как запустить свой Ютуб-канал без бюджета. Для того, чтобы его получить, достаточно перейти в мой Инстаграм, заполнить анкету, и в конце анкеты появится ссылка на это бесплатное видео. Мне кажется, это знак для того, чтобы начать в новом году свой канал. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Может быть, это звучит банально, но это правда помогает мне создавать все новые и новые ролики, а Ютубу видеть мои видео и рекомендовать их. Конечно, подписывайтесь на мой Инстаграм, на мой Телеграм. Ну а теперь поехали! Арина, привет! Давай для начала обозначим, вообще, чем ты занимаешься конкретно. Привет, Лен. Спасибо тебе большое за приглашение. Я очень рада быть здесь. И хочу сказать, что для меня это волнительно, для того, чтобы полностью, знаешь, снять напряжение это. Меня зовут Арина Лазыкина. Я психолог и мастер вселенских расстановок. Звучит достаточно тяжело для тех, кто живет в приземленном мире. Да, но если сказать по-простому, я помогаю людям. Это моя работа, помогать людям. Ну а конкретно специализация, как твоя работа происходит? Чтобы мы точно обозначили, знаешь, тебя зафиксировали, и от этого начали дальше разговор. Ты знаешь, это очень сложный вопрос, потому что вселенские расстановки — это определенный вид расстановок. Это не просто стандартные системные расстановки, которые, возможно, кто-то знает, там, по Берту Хеллингеру и так далее. Здесь намного более многоуровневый процесс, и я работаю на семи уровнях. То есть это что-то более глобальное, я бы так сказала. Ну, я еще хотела сказать, что я не просто психолог и не просто мастер вселенских расстановок. Я еще хотела рассказать, что я, как обычный человек, я мама троих детей, я жена. Мы основали с моим супругом здесь бизнес в Америке за эти пять лет. Создали классное партнерство. То есть у нас история прошла от отношений на грани развода. То есть у нас были очень сложные взаимоотношения как раз во время построения вот этого бизнеса, во время переезда и так далее. И как раз благодаря психологии, благодаря расстановкам я сама сделала так своими руками, что наши отношения совершенно на другой уровень вышли. И сейчас у нас все прекрасно. И теперь я имею возможность заниматься еще тем, что я люблю, помогать людям. И я автор программ, которые помогают людям выйти на новый уровень в деньгах, в реализации, в доходе, построить отношения классные такие, о которых они мечтают. И вообще своими руками, что самое главное, построить жизнь своей мечты. Ну вот давай тогда проговорим. Смотри, ты в России была финансистом, как я понимаю. Да. Вы сюда переехали, и вы тоже пошли по пути бизнесовому. То есть ты не думала тогда о психологии. Мы переехали с тобой примерно в один период. Я приехала чуть больше четырех лет назад, и вы примерно так же. Четыре с половиной года назад, да. Да. Получается, здесь ты стала психологом. Ты обрела новую профессию, но ты до этого не думала, до Америки. То есть тебя эта страна таким образом поломала, переделала все, что угодно. Вот с тобой поменяла тебя настолько, что ты обрела новую профессию, которую ты там уже несешь в массу. Но давай вот вернемся к тому моменту, когда ты начала с мужем свой бизнес, почему ты не... Ну, ты могла в нем остаться и спокойно на этом ехать. Тем более у вас VR-компания, я так понимаю, она достаточно успешная. И зачем лезть, знаешь, изучать еще какую-то другую тему, когда ты еще в другой стране, у тебя тут и так много, знаешь, нового, что тебе изучать. Еще новую профессию. В этой новой профессии у тебя нет ни одного клиента, а это еще один челлендж, который ты должен пройти. Зачем тебе нужна была психология? Почему ты не осталась просто с мужем в бизнесе? Можешь рассказать? Это очень классный вопрос. Обожаю просто этот вопрос. Вообще, как ты правильно заметила, я очень такой приземленный, материальный человек. Смотря на мою профессию сейчас, казалось бы, психология. Это что-то такое сверх-сверх-сверх. Особенно та сфера, которой я занимаюсь. Дальше я тебе расскажу об этом. И там для восприятия достаточно приземленному обычному человеку тяжело это воспринять. Получилось так, что да, первое образование у меня финансист. И когда мы жили в Москве, мы занимались деньгами. То есть мы были, как работали, в общем, с деньгами. Я не буду давать подробности. И переехав сюда, мы как такие приземленные люди, мы сразу купили здесь землю на холмах для того, чтобы построить дом и дальше заниматься здесь недвижимостью. И потом у моего супруга возникла вот идея как раз-таки создать что-то технологичное. И вот он придумал эту идею с парками развлечений виртуальной реальности, которые сейчас, ну, классно работают. Это классная история. Но. И, конечно, я ему первое время помогала. Потому что была такая история, что он не знает английского языка. У меня с английским языком хорошо. Я училась в Швеции в свое время. Ну, и в целом у меня такие хорошие знания английского. И мне, первое время, мне пришлось. Мне пришлось ему помогать и так далее. Ну, и я как классная такая жена, которая поддерживает своего супруга, своего мужа, я, значит, в эту всю историю погрузилась, пригласилась. Я бы так это назвала, по-другому никак. И начали происходить сложности в отношениях. Которых до этого не было. Которых до этого не было. Хотя, когда мы жили в Москве, у нас тоже был, можно так сказать, совместный бизнес. Но я была там больше как такая на подхвате. Я больше так, значит, отдыхала. Он был такой главный. А здесь так получилось, что это что-то новое. Мы строим все сначала. И я, как человек, который тоже имеет свое мнение, естественно, его как-то пыталась донести до него. Я была тогда далека от психологии. И делала это, конечно, своеобразным образом. Как мы любим, знаете, это вот это ты ничего не понимаешь. Это нужно делать так. Я лучше знаю. Давай, да ты вообще. И все. И пошло-поехало. Для мужчины, наверное, это жестко. Ну, в смысле, кто-то его строит, тем более женщины. Конечно, конечно. Тем более он привык к совершенно другому распределению, да, иерархии в семье. И тут вдруг я такая. И я же свою силу тоже такая почувствовала. Я тут, значит, знаю английский. И все. Спустя какое-то время я поняла, что, ну, так дело не пойдет. Я ему сказала, что, ну, давай заканчивать. Я не готова жертвовать нашими отношениями. Я не готова это все терпеть. У меня тоже есть свое мнение. И оно для меня важно. Поэтому давай мы закончим. Бизнес. Неотношения. Мы закончим партнерство наше в бизнесе. Да, я сказала, я умываю руки, я не хочу больше этим заниматься. Но так или иначе, когда бизнес строился, как раз там был ковид и так далее, так или иначе, мне все равно приходилось как-то в этом участвовать, да, в любом случае. И я начала пробовать себя. Я начала искать себя. В этот период я родила как раз-таки третьего ребенка. И, то есть, это совпало все. То есть, начался ковид, бизнес. У нас с мужем разногласия. Маленький ребенок. Еще двое детей, которые тоже как-то, да, нужно это все. Еще новое место, где нужно разрешить кучу вопросов. Еще новое место, которое, конечно же, я всех понимаю, кто только переезжает. Вот это чувство, что нужно все сначала, нужно все доказывать как-то, да, самому себе, возможно, в первую очередь. Это как я тогда думала. И это, конечно, было для меня психологически сложным периодом. И все закончилось тем, я не буду вдаваться в подробности, что отношения с мужем вообще стали полное недопонимание. То есть, нам уже было очень тяжело общаться. И я уже начинала подумывать о том, что, ну, как бы, я даже не знаю, да, как дальше продолжать общение. И самой вишенкой на торте было то, что я начала болеть. То есть, у меня обострились хронические заболевания, у меня началась мигрень, сильная головная боль, из-за которой я не могла работать. И именно болезнь, как ни странно, меня заставила обратить внимание на себя и на то, что со мной происходит. Вот как это часто бывает, да, люди говорят, что вот болезнь, это очень плохо, я опять заболела, это мне мешает и так далее. Но иногда болезнь, как было в моем случае, она как раз-таки сигнализирует о том, что тебе пора обратить внимание на себя, что-то не то происходит в своей жизни. И у меня было хроническое заболевание по-женски, которое жестко обострилось, я не могла каждый день, я просыпалась, у меня просто там все болело, но было очень тяжело. И мигрень. И я обходила всех врачей, и всех докторов, и в Америке, и в России. Они говорят, у вас классные анализы, все хорошо, ну, мы не знаем, в чем у вас проблемы, ну, как бы, до свидания. Все болит и так далее. И я сначала пошла в гомеопатию, я начала ходить в гомеопату, потом еще кому-то. И потом просто случайным образом так получилось, что я попала на психолога. Мне посоветовали психолога одного, он не подошел. И вторая психолога, с которой я до сих пор вместе, она буквально меня вылечила, поставила на ноги. И с тех пор все изменилось. И в тот момент, когда я поняла, как это работает... Она даже расстановками занималась? Она занимается... У нее такой подход комбинированный, я бы так сказала. Это был гештальт-подход, комбинированный с разными духовными практиками, я бы так это назвала. И дальше уже мы пошли все глубже и глубже, и я достаточно быстро поняла, что то, как, оказывается, я думала раньше, то, как все это работает, то, как я все это представляла, то, как в моей семье это было принято, оказывается, это все не так. Отношения с собой, в первую очередь, отношения в семье с партнером, отношения с детьми, вообще взгляд на жизнь. Я, например, думала, что... Мне всегда мама и бабушка говорили, что нужно быть мудрой. Если там муж что-то говорит, будь мудрее, промолчи там, и так далее. И я благодарна им за то, что они мне это сказали, потому что благодаря этим советам я до какого-то уровня, значит, доползла, можно так сказать. Но в какой-то момент, бам, ну и это уже не работает. И это тебе не помогает, а наоборот разрушает уже. То есть ты раз промолчала, второй раз агрессировала на себя, какой-то аутоагрессия занялась, и как потом ты не знаешь, от чего у тебя болезнь. Конечно, конечно. И, конечно, это высыпание, вот как раз-то это аутоагрессия у меня, и проблемы с кожей начались, и так далее. Но я об этом вообще уже молчу. Это такая мелочь, мелочь жизни. Да, ну и не только в отношениях с партнером, а вообще в отношениях с собой в первую очередь. И когда я увидела, как это работает, я подумала, что почему, блин, об этом не знают все люди. Я хочу этому научиться, потому что это так классно помогает. Потому что я как слепой котенок, знаешь, я как-то на ощупь, как-то, как-то, как-то что-то, и случайно просто попала к терапевту. А есть более короткий способ, вот без этих вот мыканий, и можно сократить себе время, и сразу же точечно идти и работать со своими вопросами. И ты после этого, когда у тебя выровнялись отношения с мужем, после психолога, ты поняла, что ты хочешь тоже пойти и обучиться на психолога, да? Да. Как это происходило? Где ты училась? Давай тоже это обозначим. Очень много в Инстаграме людей, которые тоже делают расстановки. Не знаю, сейчас тебе расскажешь, кто у тебя в роду что-то неправильно делал, поэтому у тебя в жизни все не так. И этого так много, это так популяризируется, благодаря Инстаграму, что ты не знаешь, кому верить. И многие из них, вообще не имея образования, несут в массы это. И плюс, возможно, они помогают людям, я не спорю, но не всем можно в этом плане доверять. Поэтому, на мой взгляд, важно, когда у человека есть еще классическое психологическое образование, чтобы он вообще понимал, что он делает и для чего. Да, конечно. Согласна полностью с этим. Я достаточно быстро поняла, что я хочу обучаться. Я сразу же поступила в Академию психологии и коучинга. Это в Москве. То есть я обучалась онлайн все это время. Достаточно быстро я поняла, что стандартные методы психологии, они не до конца раскрывают смысл того, что происходит на самом деле. Что я имею в виду? Условно, нечто терапия не раскроет до конца человек. Да. Другие виды. Да. То есть классическая психология, классическая психотерапия, это такой долгий и поступательный процесс. И я ни в коем случае не отрицаю, что это работает, потому что это действительно работает. Но когда я занималась с моим психологом, мы тоже начинали, знаешь, с таких азов, да, там, сепарация, там, отстаивание личных границ и так далее, мама, папа, все вот эти проработки и так далее. Но в какой-то момент она меня повела в совершенно другие истории и материи, потому что она сама была проводником. И я увидела, как это работает. То есть я достаточно скептично к этому сама относилась. Ну, господи, ну какие там, господи, вот эти вот все энергии, истории, да, ну непонятно. Но когда ты сам на себе это начинаешь чувствовать, когда ты стоишь и понимаешь, что да, это так, это происходит, но ты просто не можешь с этим спорить. И тогда я поняла, что там есть что-то глубже, там есть что-то больше. И стала искать другие подходы, в которых более глубокие заходят. Потому что гештальтерапия, что она говорит? Она говорит, что мы рождаемся чистым листом. То есть вот ты родился, ты чистый лист, и вот дальше все, да, мама, папа, программы и так далее, сценарии. И вы чистите это, грубо говоря, с гештальтерапевтом. Да, да. И это можно чистить до посинения на самом деле. Вот ты будешь ходить и до посинения это очищать. И да, это работает. Но есть более глубинные слои, и вот как я тебе говорила, что я тебе скажу, что, например, мои вселенские расстановки, они более глубоко работают. Потому что, к сожалению или к счастью, чистым листом мы не рождаемся. Да? Наш мир, он более многомерен, чем мы своим разумом можем это представить. Да? Потому что мы привыкли жить в голове, и мы привыкли придумывать всему объяснялки. Нам обязательно нужно все это объяснить. Хотя, если быть честными и посмотреть реально на всю ситуацию, да, мы пытаемся объяснить то, что происходит, даже если посмотреть на вселенную, то, как она устроена, откуда мы все появились, как что, как мы живем, в каком вообще мире мы живем, да. Ты же знаешь, да, что, например, собаки, они видят мир двумерно. Мы видим его трехмерно. Но это мы. Понимаешь? А собаки думают, что мир двухмерный. Мы думаем, что он трехмерный. А какой он есть на самом деле, непонятно. И во вселенских расстановках более широкое понимание того, что есть реинкарнации, есть родовые истории в любом случае. Даже гештальт, он не заходит в родовые истории. И я хочу помнить, очень важно, я не говорю абсолютно, что гештальт не работает, что другие методы психотерапии не работают. Они работают прекрасно. Если мы хотим более точечно прорабатывать, более точно захотеть в истории, то это какая-то такая, знаешь, диагональка. Сокращенный путь. Ты зашел, посмотрел, бам-бам-бам-бам, все сделал. И решил. Это для тех людей подходит, кто не готов тратить много времени для того, чтобы ходить годами к терапевту и десятый раз обсуждать маму. Давай объясним, что такое расстановки в целом, потому что очень много людей, я уверена, вообще не знают об этом. Я сама узнала о таком способе работы с собой, только когда... Ну, вообще, я в Америке в целом начала заниматься только психологом первый раз в жизни, потому что Америка заставила это делать. Но я занималась по классике. Мы обсуждаем ситуацию, если есть возможность, у меня ничего не произошло в данный момент, то мы возвращаемся к каким-то другим, к чувству вины или еще к каким-то вещам. Мы более глубоко с ними работаем. Или работаем с образами, что для меня тоже уже было на чем-то отлетевшим психологом. Потом я начала больше узнавать, потому что друзья начали что-то делать и говорить, вот смотри, вот это сделал и смотри, как у меня меняется жизнь. И только после этого, из-за того, что у меня есть пруф, я иду такая, так, ладно. Типа так уж и быть, ладно. Типа того, да. Ну ладно, попробуем. Особенно, ну не знаю, наверняка это не у всех происходит, но здесь у меня были ситуации, когда уже тут ничего не помогает, условно, такой, ну ладно, давайте уже вашу эзотерику, что там происходит. Именно поэтому я сегодня с тобой говорю, чтобы более понятно это все разобрать. Так вот, давай объясним, как работают расстановки в целом для тех, кто вообще не знает, для скептиков, потому что очень много людей в это не верят. Я еще до конца не могу себя причислить к таким людям, которые точно понимают, что вот я сделаю расстановку, это сработает. Я еще вот где-то, знаешь, и там одной ножкой в материальном мире, и вот в этом мире, потому что я только его изучаю. Да. И кому-то непонятно. Расстановка это метод работы со знанием и бессознателем человека, который помогает решить его проблему или вопрос. Да, вопрос может быть любой, связанный с деньгами, с отношениями, с реализацией, со здоровьем, любой, в принципе, вопрос. Как это работает? Я еще раз подчеркиваю, да, что мой метод работы это не классические расстановки, которые работают только с родовой системой. Я работаю более глубоко. Я расскажу про свой метод работы конкретно, да, что ты все правильно говоришь, в расстановках очень большую роль играют заместители. То есть это какие-то люди, которых мы назначаем каким-то человеком, например, твоей бабушкой или твоей мамой. Они не профессиональные психологи, это просто люди, с которыми, например, ты работаешь или которые хотят в этом поучаствовать. Да. Я всегда говорю, что не нужна специальная подготовка для того, чтобы попробовать себя в роли заместителя. Единственное, что, если вы хотите попробовать побывать заместителем, а, кстати, сходить и побывать заместителем, это очень классный опыт. Потому что, если ты в это не веришь, ты такой, ой, ну дай-ка я попробую. Да, и можешь просто пойти и за этим понаблюдать. И, как правило, люди, которые в первый раз приходят с заместителем, а с заместителем всегда прийти намного дешевле, да, там ценник в разы дешевле, чем у клиента, заместитель всегда обязательно попадает в свою динамику, да, в свою динамику, которая резонирует с динамикой того объекта или субъекта, которым его назначили, да. И всегда обычно люди после расстановки в угоды говорят, как так невозможно, как так могло быть, что вот у нее то же самое, что у меня. Это первое. Работа с заместителями. Почему они чувствуют и как это работает? Ну, во-первых, начнем с того, что Берт Хеллингер, это основатель метода расстановок, он своим 60-летним опытом доказал, что это так работает, да, что это работает безотказно. Почему это работает? Вот это третий вопрос, да, почему это работает? На самом деле, мы устроены очень интересным образом, да, мы как организм, как человек. На самом деле, мы как приемники, да, мы принимаем информацию, да, нам же приходят какие-то мысли, приходят какие-то что-то. Откуда они берутся вообще, да, ну, вопрос, откуда-то доберутся, да, и то есть, например, ты настроена на свою волну, да, например, если представим, что ты какой-то приемник, радиоприемник, скажем так, да, у тебя есть своя волна, волна Лены. Ты себя идентифицируешь как Лена, ты настроена на этот приемник, как Лена, у тебя есть привычные паттерны поведения, привычные сценарии, представления о себе, да, какая-то самоидентификация, и все действия в своей жизни ты делаешь из этого канала, да, я Лена, но работает очень интересным образом. Если я тебе скажу, что ты сейчас не Лена, ты деньги, давай образно говоря, да, ты деньги, мгновенно происходит переключение, просто от одного моего слова, ты сейчас не Лена, ты деньги, ты переключаешься, и начинаешь чувствовать, как, например, чувствуют себя деньги, там, в отношениях вот с тем-то человеком, ну, грубо говоря, или как чувствовать себя. Я пока не могу это представить, если честно. Я думаю, что люди, которые смотрят, они тоже думают, что мы говорим о каком-то непонятном... Это интересно. Это интересно, потому что нашему мозгу нужны объяснялки, знаешь, нужно конкретное доказательство, а где там, да. Я могу сказать в защиту того, что мы приемники, и мы принимаем информацию откуда-то оттуда, и мы можем переключаться вот так вот с одного канала на другой. Есть научные доказательства, что прежде чем человек поднимает руку и просто даже подумает о том, чтобы поднять руку, в его мозг уже заблаговременно до этого посылается сигнал, что он сейчас поднимет руку. Понимаешь? Это научное доказательство. Самое удивительное, что мы до конца не осознаем, насколько мы гибкие, насколько мы обладаем, ну да, чувствительностью, и насколько способности на самом деле наши человеческие, они больше того, что мы привыкли о себе думать. Я вернусь к вопросу, прям вот давай на пальцах объясним. Вот смотри, я пришла к тебе с вопросом, не знаю, вот денег в новой стране, да, как мне зарабатывать со своего дела, так, чтобы я не вынуждена была там искать какие-то другие способы заработка. Вот у меня есть свое направление, я хочу зарабатывать, ничего не получается, деньги приходят мало, по потребности на какие-то нужды. Я вот пришла к тебе, не верю в него, что это, но у меня уже нет выхода условно. Дальше, что происходит? Ты приглашаешь еще людей и назначаешь их какими-то, вот кем? Расскажи просто физически, как это все устроено. Да, алгоритм, да, как это работает. Да, назначаю не я, назначаешь ты. И тут такой момент интересный, ты сказала, что я иду и не верю, но у меня нет выхода, да, и вот это ключевая история. Но многие в это же приходят именно так. Да, но тогда вопрос, все верно, в психологию, в расстановке приходят люди, у которых уже нет выхода, да, то есть они настолько уже не по своей дорожке идут, что жизнь их просто заставляет обратить внимание, а у жизни нет другого языка, кроме как деньги, отношения, здоровье. Как у меня здоровье, у кого-то деньги. Человек приходит, и вот тут вопрос, есть у него вера в то, что это поможет или нет? Ты говоришь, у него больше нет выхода. Тогда, скорее всего, вера у него есть, потому что, если бы веры не было, он бы не пришел. Да? Скорее всего, есть часть, которая на самом деле верит, и которая правда хочет решить этот вопрос. и есть вторая часть, которая смотрит на это совершенно по-другому и говорит, ну, нахрена тебе это надо? Удиви меня. Ну, давай, ну, давай там. Чего там будет, да? Это всегда борьба между двух частей. У нас много субличностей, да, и это всегда, это всегда история, знаешь. Одна субличность легла, сказала, завтра я буду делать то-то, 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 то-то. Вторая субличность с утра встала и говорит, нахрена, все надо, давай забей, да, полежим. Да, значит, вернемся, приходит человек со своим запросом, например, деньги. Я слушаю его запрос и сам человек назначает из тех людей, которые пришли на роль заместителя, кого-то или что-то, деньги, своего заместителя и так далее. Человек выбирает. Далее я смотрю, как я работаю. Я работаю не со следствием, то есть мне не нужно объяснять, почему нет денег, как так произошло, что нет денег, каким бизнесом ты занимаешься и так далее. Ну, возможно, каким бизнесом нужно сказать, но фабула не так важна, потому что я работаю не со следствием, а с причиной, почему так происходит, что у тебя сейчас нет денег. И основной момент, на который я ориентируюсь, это кинезиологический тест. Я сейчас расскажу, что это такое. И это еще раз, я, возможно, думаю, кептики любят такое. Что такое кинезиологический тест? Я сама из своей головы ничего не придумываю. Вот у тебя есть твое тело, которое, ну, как тебе вот идея о том, что твое тело на самом деле знает ответы на все вопросы? Я не знала, что решить. Мы уже проговаривали пару раз на канале, но мало ли, кто-то не видел. Ну, короче, я не знала, как ответить себе на вопрос, делать, не делать, грубо говоря. мне подруга, которая больше занималась психологией, чем я, она говорит, вот попробуй мускулинный тест, посмотри, как это работает. И она со мной это в WhatsApp делала, и она говорит, ну, посмотри, тело просто ответит, да, нет, ты становишься, значит, попьешь воду, становишься, и она знала, как я к этому отношусь, то я вообще скептик, не понимаю, вообще не даже скептик, ну, мне пофиг вообще было на это все. Я об этом никогда не задавалась. И она говорит, ну, сначала ты должна задать вопрос, и тело знает ответ на него, тебе нужно туда идти или не нужно, ну, давай начнем с простых вопросов, там, ты Лена, ты задаешь там, я живу там-то, все, на что вы знаете, ответ точно, да, нет. И там я задала, по-моему, пять вопросов сама себе, и тело как-то, ну, вот если вы сидите сейчас за экраном, можно попробовать это. Ты на чем тестировала, на пальчиках или на руке? На просто я остановилась, и задала вопрос, тело либо туда, либо обратно, то есть вперед да, назад нет. И ты ничего не делаешь с этим, у тебя как будто, вот, не знаю, тебя как будто кто-то тянет, и ты даже не можешь себя заставить, потому что ты же знаешь в мозгах, что ты обманываешь, да, ты хочешь, чтобы тело ответило, например, нет, оно тебя ведет вперед, ты сам себя обманешь, просто сам назад, ну, нет смысла в этом. У кого-то есть смысл себя обманывать, это тоже стратегия. Ну, да, и я тогда убедилась, что прикольно, что тело на самом деле знает, и мы настолько это заглушаем, что мы даже не слушаем. И мне психолог, которая со мной супер приземленно занималась, если честно, она мне тогда сказала, у тебя вообще тело не работает, ты его не слышишь, и когда ты, например, вот я встречаюсь с Ариной, например, и после Арины я вышла, а у меня, например, не знаю, настроение не испортилось, как-то себя непонятно чувствует, это тошнит меня. И мне нужно вот это всё отслеживать. Вспомни, например, а когда я была с Ариной, у меня не заколола ли рука, вот знать какие-то такие вещи, когда ты их знаешь, ты, например, знакомишься с новым человеком, а у тебя там вот как раз это рука, ты знаешь, что рука у тебя всегда реагирует. Ты начинаешь понимать, на какой дистанции тогда с ним общаться, нужно ли вообще с ним общаться, вот в этом плане. И тогда я убедилась, что тело действительно может знать. Знает. И проблема на самом деле, я бы даже не сказала, что проблема, а недосмотр большинства людей, большинства людей в том, что мы вообще не в связке со своим телом, то есть мы не слушаем свое тело. Оттуда идут и всякие женские заболевания, да, да и вообще куча разных заболеваний. И в целом наше тело действительно знает ответы на все вопросы. Вопрос, слышим ли мы его и даем ли мы вообще ему место. Потому что у нас же какая вообще история, да, в культуре и вообще в целом, да. Мы очень привыкли все рационализировать. Мы все время в голове, мы все время в мыслях, да. А что такое в мыслях? В мыслях это где-то там. Я не здесь и сейчас. Я где-то в будущем. Я где-то в планах на будущее. Я где-то в том, что будет и планирую то, как должно быть. Почему? Потому что здесь мне недостаточно безопасно. Я недостаточно обеспечиваю себе безопасность, чтобы позволить себе быть здесь и сейчас. И для многих людей это небезопасно, понимаешь? Поэтому происходит этот отлёт. А прикол в том, что, да, вот я же говорю, ко мне приходит много с деньгами. С деньгами, с реализацией. Это достаточно приземлённая материя, да. И тут такой момент. Если ты... Вот мы привыкли, что нужно много думать для того, чтобы что-то получить. Деньги, реализацию, да, работать. То есть мы всё время в голове, в планах на что-то. Но парадокс в том, что для того, чтобы получить материю, нужно быть в материи. Нужно быть здесь и сейчас, быть в контакте со своим телом и находиться здесь. Для того, чтобы здесь делать какие-то действия. Потому что, когда мы много думаем, мы не здесь. Мы думаем, но мы не делаем. Мысли мешают делать. Ну вот смотри, ты сказала, ты начинаешь как раз с телом работать сначала, с человеком. Как это дальше происходит? Я работаю с телом и тестирую. Например, раз уж тема денег, да. За деньгами... Вообще деньги — это абстракция, если так говорить, да. Ну то есть есть группа людей, да, на земле, которые сказали, ну давайте мы назначим вот эти бумажки деньгами. Все такие, ну давай, согласны. Все согласились с этим. И по факту нам вот вот эта бумажка как таковая, да, она, ну не особо нужна, да. Ну вот есть у тебя в руках деньги, да. Вот ты что чувствуешь, например? Ну вот есть у тебя в руках деньги? Что ты чувствуешь? Ну я даже не чувствую, я сразу думаю, куда мне направить их. Конечно, понимаешь? Потому что они тебе как таковы не важны. Ты сразу такая, я хочу вот это, я хочу вот это. Я, например, поехать хочу, вложить хочу. Для чего? Для чего-то? Ну да, для эмоций. Например, если я кому-то должна, для безопасности, что я никому не должна. Да, да. И за деньгами у нас всегда стоит что-то. Есть пять основных слонов, ну я просто часть назову, да, вот пять слонов основных. Это за деньгами может стоять безопасность, как ты правильно сказала, любовь, да, желание получить любовь. Например, когда у меня много денег, то другие люди смотрят на меня по-другому, хотят со мной общаться, да, и тогда я от них получаю, что любовь, одобрение, да. Мне для этого нужны деньги. Отношения с собой, отношения с Богом, свобода. Вот. Это пять основных историй, которые у нас стоят за деньгами. И когда у нас есть проблемы с деньгами, то у нас проблемы не с самими деньгами, бумажками, да, как говорится, а у нас проблемы с тем, что за этим стоит. И вот это уже более глубоко. И первое, с чего мы начинаем в работе с деньгами, и это мы смотрим, что у меня стоит за деньгами. С помощью кинезиологического теста. И я ничего не придумываю, человек мне самоотвечает, что у него стоит, и я смотрю, что ключевое. Как только мы узнали, что ключевое... А как это происходит? Ты дашь вопрос человеку, а человек как-то реагирует телом, и ты понимаешь... Нет, здесь немножко другая история. Ну, я могу попозже на тебе показать, если ты хочешь. Поднимается рука, и я надавливаю на руку, и есть мышечный ответ. Если рука даёт мышечный ответ, это да. Если рука не даёт никакого ответа, ну, этого нет. Это нет. И обязательно нужно найти на теле маркёр. То есть, где живут, например, деньги у тебя в теле. Ты знаешь, где у тебя живут деньги в теле? Господи, мне никто не задавал такой вопрос. Вот. Если почувствовать. Вообще никогда об этом не задумывала, где живут деньги в теле. Да это интересно. На счетах они живут, не знаю. Да, и самое интересное, что они на самом деле живут внутри нас. Понимаешь? А как это почувствовать? Просто интуитивное ощущение. Первое, что приходит в голову, ну, тогда вот здесь. На затылке. Вот здесь. Даже не в затылке, ниже, да? На шее. Да. Если переводить сюда, то это здесь. То есть я всегда, ну, зад — это задняя часть, это задняя часть. То есть я всегда перевожу на переднюю часть, да? Тогда это вот здесь. А с чем у тебя работа связана? С голосом. С горловой чакры твоей. Да? Действительно? И можно проверить? Положи ручку сюда и скажи, мои деньги живут здесь. Больше всего. Эксперименты. Да? Мои деньги живут здесь. Да. А я делаю, я делаю, не буду показывать, как это технически осуществляется, но я на пальцах проверяю. То есть я, находясь, даже не поднимая тебя, а не делая тебе кинезиологический тест, я могу сама встать под твою проекцию, прочувствовать тебя и сама на себе проверить, правда это или нет. Так это онлайн работает. То есть мне не нужен человек, чтобы в его руку делали. Ну, хорошо, вот я это произнесла, и что? И дальше мы смотрим, что у тебя стоит за деньгами. Ты хочешь посмотреть? Вообще не очень понимаю, и мне кажется, люди не очень тоже понимают. Но я хочу об этом говорить, потому что это очень модно сейчас. А понять невозможно, понимаешь? Невозможно. Вот смотри, есть классный и вкусный десерт. Вот он стоит перед тобой, да, например. И ты пытаешься понять, какой он на вкус. И кто-то сидит и тебе рассказывает, ты знаешь, что там такой нежный вкус, там такой сливочный там оттенок, ваниль плюс клубника, тра-та-та, да? И ты головой пытаешься понять, какой вкус. Получится? Ну, нет, конечно. Потому что нужно взять и почувствовать. Ну, хорошо, вот, например, ты проработала с человеком, с деньгами. Через сколько он может увидеть в своей жизни результат этой работы? Классный вопрос, обалденный. Сейчас в инфополе есть такая история, что очень многие психологи, расстановщики, в общем, мастера мягких профессий гарантируют результат, да? Они говорят, 100% одна сессия, всё просто жизнь изменится, да? И так далее. Я не из таких людей, да? И я говорю, что, ребята, магии нет. И я не сделаю вам крибли-крабли-бумс, что-то я там поделала, и сейчас вы от меня уйдёте, и деньги посыпятся рекой с вас просто с небес. Ну, как бы честно признаться, но это очень детская история, да? Когда, ну, кто-то даже предполагает, что такое возможно, да? И когда ко мне человек придёт, я не говорю ему, исчезнет куда-то, денется его больная мама, или куда-то денется его бизнес, куда-то денутся его проблемы с деньгами, куда-то денется, я не знаю, дети, которые ему там мешают развиваться, там, грубо говоря, да, иногда с такими вопросами приходят. Нет, этого не произойдёт. Я не волшебник, я не уберу это из-за вашей жизни. Что произойдёт, самое главное? Я всегда говорю, я как экскурсовод, то есть ко мне приходят люди, я им показываю, смотрите, можно вот ещё вот так, можно вот так и вот так. То есть если вы уберёте в своей жизни вот это, вот это, вот это, ваша ситуация улучшится? Либо же не то, чтобы вы, если вы уберёте. То есть на расстановках, чем они классные, мы действительно убираем. То есть я, то, что от меня зависит, я делаю энергетически, мы убираем претензии к родителям, несогласия с их судьбой, разделяем, да, там, души, разделяем связки, да, какие-то родовые, реинкарнационные, там, и так далее, разные связки разделяем. Мы это делаем энергетически. И на каком-то уровне, конечно, это работает, это пропускает. Плюс ещё всё зависит от пропускной способности самого человека, да, насколько он готов в себя это впустить. Мы сделали какую-то работу, но дальше человек идёт в эту жизнь, да, и с ним случается жизнь. И благодаря расстановкам я ему показываю, у него есть уже выбор, то есть он может делать уже по-другому, потому что я ему показала, что можно по-другому, это первое. И второе, у него появляется способность выдерживать, вот это самое главное, то, что происходит в его жизни. Понимаешь? Потому что, кто обычно приходит и говорит, ну, сделай уже со мной что-нибудь, да, ну, давай. Это какая позиция, да, это позиция берущего, да, дай, 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 ну, детская позиция. Я же человека возвращаю, насколько это возможно, во взрослую позицию, даю ему выбор и говорю, всё, иди. И дальше он может из взрослой позиции совершенно по-другому смотреть на те же самые вещи, которые происходят в его жизни и делать другие выборы, которые приведут к совершенно другим результатам. Поэтому, ну, магии нет, нет. Любой научной... У меня такая идея возникла. Давай мы зрителям нашим дадим задание. Вот если они хотят, они могут проверить, на своём месте они стоят или нет. Это очень просто. Давай. Можно взять альбомный листочек, просто чистенький. И нарисуйте свою семью. Просто нарисуйте свою семью. И всё. Семью имеется в виду, которую ты создал сам? А вот я не знаю. Свою семью. Просто свою семью. И можете мне потом, если ты добавишь мои контакты в Инстаграме, если вам хочется проверить, на своём ли месте в семейной системе вы находитесь, и вы уже нарисовали на своём альбомном листочке свою семью, то можете отправить мне в Инстаграм фотографию своего листочка, и я вам дам диагностику на то, как у вас всё устроено и на что стоит обратить внимание. Можете потом отправлять мне свои картиночки, которые вы нарисовали, и я вам могу расшифровать, что у вас, где перемешано, где стоит ставить своё место. Это очень классная диагностика. Я хочу ещё поговорить про расстановки, включая того, что очень стало модно это делать. В Ютубе куча видео, очень много стало популярных женщин, типа Юли Ивлевой, которую Сергей Косенко привёл в массовый мир, да, они узнало много людей. И иногда это смотрится достаточно дико, всё, что происходит. И как ты считаешь, это вообще мода, или действительно просто люди не знали о таком способе, которым можно закрывать какие-то свои проблемы. И можно ли доверять вообще всем специалистам, которые занимаются расстановками? Ну, отвечая на последний вопрос, можно ли доверять всем специалистам? Всем нет. Вы, как взрослый человек, должны своё мнение всё равно складывать, да, о человеке, о том, что он говорит, и какому-то, так или иначе, критическому мышлению это как-то подвергать, да. Второй вопрос. Абсолютно точно это метод, о котором мы не знали. Потому что, давай говорить по фактам, да, был Советский Союз, был Железный Занавес, и на самом деле в Европе, в Америке уже давно этим занимались. Но до Советского Союза эта информация, ну, просто не доходила. И только сейчас она начинает как-то просачиваться, да, то есть нет, для этого нужно время. И только сейчас люди начинают понимать, что это как-то работает, и это как-то может им помогать. Это первое. Второе, здорово, что люди начинают понимать, что стандартные методы, это старые, уже не работают. Понимаешь? От чего они приходят вот к таким историям, да? От, как ты сказала, от безысходности. Ну, потому что по-старому уже не получается. Нужно искать какие-то другие сценарии. И поэтому здорово, что сейчас это популяризируется, что сейчас популяризируется контакт с собой, контакт с своим телом, да, выстраивание взаимоотношений с собой. А расстановки — это в том числе в первую очередь выстраивание взаимоотношений с собой, чтобы все внутренние части, которые имеют какие-то претензии, да, недовольства, обиды, несогласия, чтобы они внутри, самое главное, все договорились. И тогда, когда ты целостный, ты уже можешь больше достигать, больше делать, ну, потому что ты уже не думаешь, а как там мама, как там папа, как там бабушка, а как там вообще они, им же нужна помощь и так далее. Ты сконцентрирован на том, чтобы делать свои дела. Поэтому это классно, это классно, потому что люди амбициозные сейчас у нас в наше время, да, всем хочется и реализации, да, и денег много, и какой-то классной жизни. Это классное желание, которому действительно нужно приложить определенные усилия. А как вообще выбрать специалиста? Зайдешь в Инстаграм, на бирже расстановки, там вывалится тебе тысяча людей. И это стоит достаточно недешево, даже сейчас в России уже, там, от 7 тысяч, насколько я знаю, и выше. Если для регионов, ну, прикинь, там, отдать пол зарплаты, там, ну, не знаю, не пол, наверное, там, ну, даже одну пятую зарплаты на человека, чей метод, ты не до конца понимаешь, да, но тебе нужно попробовать, ты хочешь попробовать. Как выбрать специалиста? Что тебе должно отпугнуть при первом общении? Какие вопросы нужно задать в начале, еще до консультации? Я всегда говорю, что самое главное, это откликается ли вам человек, которого вы видите, или нет. Потому что, слава богу, что есть сейчас Инстаграм, Ютуб, ты можешь зайти, посмотреть на человека, на его личность, на его подачу. Потому что есть, как, знаешь, вот эта вот известная сатья история, он же тоже психолог, да, какую-то вот женщину, да, с сумкой. ты можешь сразу увидеть, да, человек каких подходов, радикальных? Ну, тебе такие методы подходят или нет? Кому-то да, кому-то нужно, чтобы вот там конкретно, знаешь, так, огрели, да, словцом, и тогда он только просыпается, да, это тоже свой метод. Кому-то это не подходит, кому-то нужны более мягкие методы. И можно сейчас познакомиться со всеми специалистами и пообщаться, задать вопросы, все, что вы не понимаете, все, что вас интересует, объяснить и так далее. Вы можете попросить диагностическую сессию, да, какую-то. Какие-то специалисты это предлагают, где вы просто можете 15 минут общаться с человеком, да, и вам плюс-минус будет все понятно, откликается или нет. Самое главное, это чтобы вам было в контакте с человеком комфортно. и, конечно, красный флажок, это если вы чувствуете себя каким-то не таким в общении с этим человеком. И если он вас в это, да, погружает, да, что ты там все неправильно делаешь, что-то за там, да, какая-то критика и так далее. Поэтому следить за своими внутренними ощущениями в первую очередь. Самый главный критерий, если вы после ухода от специалиста мягкой ниши чувствуете себя по-другому, понимаете, что вы получили какой-то другой взгляд на вещи, и это знак того, что все нормально. Есть какое-то облегчение, но не всегда после сеанса с терапевтом вам хочется летать и бабочки в животе. Нет. Первое время иногда может стать немножко похуже. Ну, потому что какие-то пласты поднимаются, необходимо менять старые сценарии. Это, знаешь, как конструктор лего, да? Ты построил какую-то башенку, знаешь, до 30 лет. Ты ее старался, строил очень много. Она уже такая высокенькая, и все это, все. Но для того, чтобы... Но тебя что-то она не устраивает, тебе не нравится. И ты как-то вот... Для того, чтобы тебе новую башенку построить, тебе старую надо разобрать. Поэтому я часто говорю, что кому-то нужно сначала разобраться, прежде чем собраться. Поэтому есть какой-то период времени, когда, возможно, будет тяжело. Потом будет лучше. А кому не подойдут расстановки? Есть вообще такие люди? Не могу сказать. Знаешь, кому не подойдут расстановки? Людям с психическими заболеваниями. Вот они им точно не подойдут. Все остальные люди, пожалуйста, welcome. И самое главное, все-таки иметь веру в то, что... Ну, если вы идете и что-то делаете, да, должна быть какая-то толика веры в то, что это вам действительно поможет. Иначе тогда... А чем вы тогда вообще руководствуете своей жизнью, когда вы какие-то принимаете решения и делаете какие-то действия, если вы в них не верите? Да? Это уже третий момент. Ты работаешь сейчас с русскоязычными людьми в Америке по большей части. Ну, у тебя есть и онлайн, и оффлайн. Я узнала о тебе от девочек, которые были у тебя оффлайн, от своих знакомых, жизнь которых уже доказала, что что-то работает, и поэтому я могу опираться на их слова и на их действия, которые они пробуют. Поэтому, собственно, мне стало это интересно в том числе. Но мы живем вместе, да, вроде прекрасно, Лос-Анджелес, но там прекрасный климат и так далее, но многих очень здесь считает. И вот я только сейчас вижу, у меня уже 4 года, я такая точно определилась, чем я хочу заниматься, чем я хочу, не знаю, зарабатывать. Хотя у меня до этого была достаточно приземленная тоже профессия, хотя там журналистика казалась, но все равно приземленная. Я была убеждена, что я хочу этим заниматься. Здесь немножко пошатнулась эта вообще вера в то, что нужно ли мне это делать или нет. А сейчас я более-менее нашла себя. И многие так же и теряются, когда они находятся в новом месте. У кого-то сразу получается, в первый год, в первый месяц, даже если они приехали бесплатно и без денег, они хоп-хоп-хоп сразу в новом месте разобрались и пошли дальше. У кого-то на это уходит больше времени, кто-то не выдерживает и уезжает. Скажи, пожалуйста, это зависит, вот ты просто работаешь с людьми, поскольку здесь в эмиграции наверняка это немного другого рода клиенты, чем те, которые приходят из своей страны, например, из того места, где они живут уже много лет, с детства, с юности и так далее. Вот эта способность в новой стране ориентироваться быстро и встать на ноги зависит от человека, от его, не знаю, психологической устойчивости, в целом, с какими качествами он родился, или всё-таки от места, которое приезжает? Я всегда обожаю просто эту фразу, куда бы ты ни ехал, ты всегда берёшь с собой себя. Ну да. И эта фраза на самом деле определяющая. И, конечно, есть разные люди, и у каждого человека есть свой способ решения сложных ситуаций, да. И то, что люди все, без исключения, чувствуют себя в новой стране по-другому, по-иному, они встречаются со сложностями, с которыми они не встречались, у них вылезают, знаешь, все возможные какие-то подводные камни, которые у них только были, да. Почему многие люди разводятся, когда сюда приезжают, да, у них какие-то психологические проблемы возникают? Потому что Америка и вообще иммиграция, да, любая страна, она как бы оголяет всё, что было прикрыто лепесточками, знаешь. И с этим нужно что-то делать. Отвечая на твой вопрос, почему у кого-то получается, а у кого-то не получается, и они уезжают. Ну или дольше, например, получается. Или дольше получается. Быстро или медленно, это на самом деле, я не считаю это критерием. То есть у каждого свои темпы, кто-то привык к быстрым темпам, у кого-то психика более медленная, ей просто нужно больше времени для адаптации. И это окей, у всех свои скорости. Что касается тех людей, которые возвращаются обратно, да, или у кого долго очень не получается, да, и кто страдает и так далее. Тут вопрос, опять-таки, про моё любимое выдерживание, да. Могу ли я выдерживать ту ситуацию, в которой я оказался? Выдерживать у нас могут только взрослые. То есть если ты в детской позиции находишься, то, наверное, у тебя не получится. Если у тебя не получается, наверное, ты находишься в детской позиции. То есть такой замкнутый круг. Да. Если у тебя не получается, ты, скорее всего, делаешь что-то не так или относишься к чему-то, ну, каким-то странным образом, да. Ну, как, например, из позиции берущего только. Дай, 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 дай. Вот Америка мне должна, я приехала в Америку, Америка мне должна дать. Я что-то делаю, вот мне обязательно должно что-то прийти для этого. И раз уж мы с тобой эту тему затронули, да, всё-таки мы приезжаем из, да, европейской части, да, там не буду конкретизировать, да, кто откуда, и мы привыкли там жить по одному. И есть там такая частичка менталитета, да, что, ну, правила есть, ну, они такие, как бы, да, можно нарушать. Здесь, когда люди приезжают и понимают, что здесь так не работает, они тоже сначала пытаются не уважать правила, они тоже сначала пытаются играть в свою игру, да, и думать, что я умнее, чем. Типа я обойду систему, что-то нелегальное или ещё. Однозначно, сто процентов, да, там, я умнее всех, да, то есть что происходит конкретно, да, если с точки зрения систем говорить, да, человек приезжает, он новый, эта система его принимает с простёртыми объятиями, да, как бы то ни было. И этот человек становится куда? На уровень Бога. И он говорит системе, ты, ну, как-то не так работаешь, я лучше знаю, как тут работает, и я сейчас тебе покажу, как тут работает, да. И часто люди критикуют, да, какие-то недовольства и так далее, и так далее. И тогда что происходит? Ну, разве может быть человек выше, чем система? Ну, на уровне Бога, да? Что может выше система быть, только был? Нет. И тогда система Америки, что она делает? Она просто... Выплёвывает. Она ставит его на место, на своё место. И как у неё язык системы всегда один, я же говорю, деньги, отношения, здоровье. Всё. Ну, тогда у тебя не будет денег. Окей, раз ты такой умный. И здесь самое главное встать на своё место. Арина, а может человек, например, прийти к тебе, попробовать расстановки, если у него, например, здесь что-то не получается, и просто понять, что он не в том месте находится? Не в том месте ты имеешь в виду в стране? В городе, в стране, всё что угодно. Почему я это спрашиваю? Потому что, когда я, например, себя здесь плохо чувствовала, у меня вообще... Ну, это не секрет, я несколько раз-то говорила уже, что я вообще не любила Лос-Анджелес. Я ехала, не знаю, в Беверли, там, пальмы, красота и так далее. Я такая, вообще, мне всё некрасиво, знаешь, что там не радовал ни океан, ничего. И я такая, ну, мне, наверное, нужно уехать, потому что что-то меня этот город, не знаю, не принимает, или я себя плохо чувствую и так далее. И мне говорили, ой, Лена, ты куда-то уедешь, всё будет то же самое, мы везде берём себя. Я говорю, да нет, в Москве же у меня было всё нормально, я же себя так не чувствовала, в Москве, например. и могут ли люди прийти к тебе и благодаря расстановкам понять, что они не на том месте, что им нужно поехать в другой город, что это не... Тут же у каждого города всё равно же есть своя энергия, у каждой страны, у каждой просто площади Земли есть своя энергия, что просто это не его. Да, конечно. Это возможно. Тут, знаешь, такой интересный вопрос ты задала, потому что я бы так сказала, если тебе нужно подтверждение в виде расстановок о том, что тебе нужно переезжать, то без проблем, ты это подтверждение получишь. Ну, отвечая на твой вопрос, потому что на самом деле ты его задала, и в тот же самый момент ты на него ответила. Поняла, да? Я люблю такие вопросы. Понимаешь, да? Да, это интересно. А с другой стороны, я просто приведу пример. У меня недавно был клиент, мужчина, и он пришёл вообще с запросом бизнеса там и так далее. Я ему сделала расстановку, и он принял решение переезжать. Да, он принял решение внутри Америки переезжать в другой штат. Хотя расстановка была на бизнес. Ого. Ну, вообще, сразу говорю, что сейчас я так к Лос-Анджелесу не отношусь. Поскольку поменялись водные, я такая, ну ладно, посмотрим. Да ладно, спасибо. Но в любом случае, понять, что ты не в своём месте, неважно, в городе, в работе и так далее, а расстановки могут дать. Да, да, конечно. Арина, ты сказала, что у тебя были плохие отношения с мужем из-за того, что вы бизнес начали, переехали, и всё это так смешалось, и ты пошла в тот момент как раз к психологу, и, собственно, была болезнь у тебя, и ты начала решать вопросы с психологом. Давай, я хочу просто остановиться на этом, чтобы понять, что изменилось в тебе, что тебе дал такого психолог, что ваши отношения выправились. Потому что, ну, муж же не пошёл работать в этот момент над собой также с психологом. Значит, ты что-то начала делать, другое, вставать утром, и вот что дальше? Да, это классный вопрос. Ну, я так подчеркну, отношения были неплохие, да, а не то, чтобы прям совсем, потому что мой муж точно будет отсмотреться, и скажет, какие это ещё плохие отношения, да. Но были свои сложности, да. Что изменилось, да, как я поменяла? И самое классное, и самое главное, что действительно он ничего для этого не предпринимал, предпринимала только я. Я в первую очередь начала выбирать себя, и это, наверное, самое главное и основополагающее. Потому что, когда мы не говорим другому человеку о том, что мы хотим, что нам интересно, что для нас важно. И когда появляется семья, происходит у многих женщин такой перекос в сторону семьи, в сторону детей, в сторону мужа. Кто-то важнее, но не я, да? Да, да, да. То есть в иерархии, да, ставятся там сначала дети, потом муж, да, а потом я. Или сначала дети, потом муж, потом родители мои, а потом я. Я у себя на последнем месте. А должно быть? Правильная иерархия, личная иерархия, я прошу заметить, личная иерархия, это я, мои интересы, увлечения и так далее. Дальше муж, дальше дети и только потом родители. И я выстроила все вот правильно. И я стала, самое главное, говорить об этом словами через рот в слух. То есть я перестала бояться. Здесь важно почувствовать опору, уверенность и не бояться сказать человеку о том, что тебе важно, что тебе нужно. и самое главное, быть готовой к любому ответу и любой реакции. Потому что редко бывает такое, что ты вдруг завтра решила сказать, что так, я не хочу там заниматься тобой бизнесом, грубо говоря, я хочу заниматься психологией. Ты такая молодец, я с тобой согласен, давай вперед. Нет, как правило, у партнера это вызывает в ней понимание, а с чего это так. То есть пять лет мы жили определенным образом, восемь лет мы жили определенным образом. И вдруг раз и голос прорезался, да, и типа, ну с какого черта. И, конечно же, возникает сопротивление. И нужно быть к этому готовой просто и поступательно говорить о том, что тебе важно и так далее. И, в конце концов, если партнеру действительно важны отношения с тобой, если между вами действительно любовь и действительно связь, то он это примет, и вы сможете уже выстраивать отношения на уровне партнеров, а не на уровне того, кто главный, да, и бороться за власть, как это обычно бывает в отношениях. Да, сегодня я главный, завтра я главный, я так сказала, я так сказала. А правильные, нормальные отношения с партнером, которые вот как раз-таки являются залогом классного союза и процветания семьи в первую очередь, это именно партнерские взаимоотношения, когда мы вдвоем взрослые и способны договариваться друг с другом и слышать самое главное друг друга. Не только он слышит то, что я хочу и что для меня важно, но я слышу то, что для него важно и не просто слышу, а как-то об этом коммуницирую. А какие вообще главные ошибки были, когда вы делали бизнес вместе, вот именно в партнерстве, потому что многие же тоже могут не разделять личное, бизнес и так далее, вот что бы ты сейчас по-другому сделала, например, или что могла бы отметить, что неправильно ты делала конфликт. Мы не говорим про мужа твоего конкретно. Да, да, да. Самое главное, нужно понимать, что если вы ведете бизнес со своим партнером, да, в семье, со своим мужем в данном случае, то необходимо понимать, что есть две только системы, и они разные. Это система бизнеса и работы и система семейная ваша с супругом, да. Например, в системе семейной вы с супругом партнеры и на равных, но в системе бизнеса он главный, а ты, например, да, на каких-то поддерживающих ролях, да. И самое главное, принимать эту роль и разделять ее. То есть бизнес это бизнес, здесь я принимаю роль, то, что ты выше меня, а здесь мы с тобой партнеры и супруги, и здесь мы на равных. А это нужно проговаривать прямо, если вы подписываете? Конечно, обязательно. То есть все, что вы хотите, не бывает такого, что раз он прочитал твои мысли и вдруг понял, что все так. Нет, абсолютно нет. У него своя картина, у тебя своя. И если, и как говорят, знаешь, да, у нас же всегда возникают в основном какие-то мысли, какие-то вот все, вот, наверное, не так, как я хотела, не так, как я мечтала, там, и так далее. Ну, как же так? Вот, наверное, муж плохой. Наверное, муж плохой, наверное, надо развестись и найти нового, и с новым построить что-то другое. Вот это просто вот, я еще добавлю, что меня просто поражают, и у меня глаза на лоб лезут от психологов, которые говорят, да что тебе этот муж? Ну, разводись ты давай скорее, давай. Ну, что как бы с кем там возиться, да? Но это абсолютно позиция, ну, реально ребенка, который убегает от проблем. Ты много работаешь с деньгами, я хочу этот момент тоже проговорить, и в ключе того, что, ну, у тебя просто приходят за этим люди. Насколько расстановки могут в этом помочь? И сюда же вопрос, насколько может каждый человек слотно быть миллионером? Классный вопрос. Со всем ли деньги просто могут приходить, понимаешь? Классный вопрос. Я считаю, глубоко в это верю, в то, что на самом деле все люди могут жить ту жизнь, о которой они мечтают. И нет каких-то избранных людей, особенных людей, у которых получилось, а я другой, и у меня, наверное, не получится. Такого нет. Просто разница между этими двумя мирами, я бы так сказала, именно мирами, в том, что эти люди, у которых есть деньги, которые умеют зарабатывать, они смотрят на жизнь, смотрят на отношения с собой определенным образом, а те люди, у которых не совсем все хорошо в этом плане, смотрят на жизнь совершенно под другим углом. и в этом их основная разница. И для тех людей, кто хочет зарабатывать много денег, быть успешным, реализовываться и так далее, достаточно просто очень сильно этого захотеть и иметь достаточный уровень мотивации для того, чтобы приложить к этому усилия. понять, почему у меня не получается. Чтобы понять, почему у меня не получается и быть готовым к тому, чтобы изменить свои привычные взгляды и установки. Потому что я всегда люблю такую фразу, что вы выбираете, ну, что я выбираю, быть правым или быть счастливым. И вот, или быть правым, или быть успешным, ну, счастливым, да, более такое. Я выбираю быть счастливой, и поэтому я готова отказаться от своей правоты и быть открытой к тому, что а как на самом деле все устроено и интересно посмотреть. А как ты отдаешься к фразе или к понятию, или к образу жизни деньги в легкости? Потому что часть людей скажут, даже те, кто это много в инфобизе, транслируется, деньги в легкости и так далее, но ты общаешься, например, с людьми с большим бизнесом, и они говорят, не Лен, конкретно, это все чушь, потому что так или иначе, даже вот эти инфобизнесмены, которые ты рассказываешь, они все равно много работают. Конечно. И мы много работаем. И другие тебе скажут, да деньги не в легкости, а деньги в том, сколько труда и усилий, ты к этому приложил. Ты считаешь, что деньги должны приходить легко или через вот этот упорный труд? Да. Супер вопрос. Деньги в легкости существуют. Это точно. Сейчас объясню, что это значит. Деньги в легкости люди с определенным типом мышления понимают это определенным образом, выгодным для себя, что я могу лежать на диване, ничего не делать и в легкости, в моем понимании легкости они ко мне придут. На самом деле, вот как я тебе до этого говорила, что на самом деле деньги это индикатор того, находимся ли мы на своем месте и в каких мы взаимоотношениях с собой. Деньги в легкости, это когда мы в таких взаимоотношениях с собой, что мы можем слышать себя, свои желания, свои хочу слышать и мало того это принимать и соглашаться с этим и идти и делать то, что действительно приносит удовольствие, да? Ну, тебе приносит удовольствие то, что ты делаешь. Ну, да. Да. И мне тоже приносит удовольствие. Могу ли я сказать, что для меня моя работа — это работа? Нет. При этом делаю ли я свою работу? Тружусь ли я для этого? Да. У меня постоянно обучение и так далее, постоянно расстановки, социальные сети и так далее. Это нескончаемый труд, ты сама это знаешь. Но для меня этот труд — это не труд. Для меня этот труд — это удовольствие. Это удовольствие. Я получаю от этого удовольствия. Даже сегодня у меня утром, чтобы приехать к тебе, у меня сломалась машина и так далее. И я в таком вообще классном состоянии, что да неважно, что на самом деле происходит. Я спокойна, я точно доеду, потому что я реально делаю то, что я хочу, то, что я люблю. И вот это и есть Деньги в удовольствие, понимаешь? И это главное — разделять. Так, друзья, объясню, что у нас сейчас здесь происходит, поскольку мы в теории говорили об этом. Очень много теоретической информации в Ютубе. И кто-то даже, когда передает друзьям друг другу, что вот, смотрите, я там был на расстановках, тебе нужно попробовать расстановки, очень много непонятного. Я попросила Арину и девочек, которые будут заместителями, то есть людьми, которые, собственно, и будут делать расстановки, показать, как это все происходит на мне. Вот. Поэтому я потом свои все эмоции, правду-неправду говорили, не знаю, как я это почувствовала, расскажу потом. У меня были уже расстановки онлайн. Мне тогда понравилось, и я подумала, что, наверное, это имеет место быть. Все, что происходит, я пересмотрела там какие-то свои вещи, уже об этом говорила в разговоре с Ариной. Первый раз, в общем, будет происходить это в таком образе, и очень быстро мы покажем просто, как это происходит, чтобы было больше наглядности. Все. Я не знаю, что будет происходить, поэтому эксперимент. Я всегда говорю, что лучше один раз показать, чем сто раз рассказать. Поэтому если ты нам скажешь, какой у тебя вопрос и с чем он связан, то это будет здорово. Да. У меня вопрос всей моей жизни в Лос-Анджелесе, это вопрос реализации денег, в том плане, что я хочу, чтобы мои деньги, я могу работать где угодно, я рассказывала об этом, что я здесь, именно в Лос-Анджелесе, прошла очень много разных работ. Но мой главный запрос, чтобы, как и в Москве, я вернулась в то, что я делаю, у меня есть образ жизни, это журналистика, я очень много работала, я не думала там, работаю я или живу я, это было все в одном таком ключе. И деньги у меня всегда были, я не скажу, что я была миллионершей, нет, конечно, но они были на те потребности, которые у меня на тот момент были. Я могла и откладывать, и путешествовать, и с таким трэшем, с деньгами, как я здесь столкнулась. Сейчас я выхожу из него, я не сталкивалась нигде, никогда. И мне, главный мой вопрос, чтобы из моей работы я получала максимально финансы, и вообще не думала о деньгах, они меня просто перманентно мыли, а думала просто, как мне улучшать свою работу. Класс. Классный запрос. Давай мы сразу тогда назначим заместителей, выбирай заместителей себя и заместителей денег. Я просто делаю это, как чувствую, правильно? Да, да. Как чувствуешь, первое по отклику. Тогда, тогда ты будешь моими, маной, ты будешь мной, сори, я просто волнуюсь, я никогда такого не делала, и ты будешь деньгами, моими. И заместители могут сейчас занять свое пространство, свое место в пространстве, так, как они чувствуют. Я ничего не должен делать. А мы просто с тобой наблюдаем, да, 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 да. Мы будем смотреть сейчас динамику между тобой и деньгами, да? То есть они сейчас как-то будут взаимодействовать друг с другом, а я смотрю, так ли это действительно в моей жизни происходит. Да, давай проверим. Давай тогда дадим. Давай проверим. Ну, у меня такое волнение, и как будто бы дискомфорт очень сильный. Такое, мне как будто бы не хочется быть собою. И такое вот, мне хочется убежать, спрятаться. Такое ощущение, как будто бы я такой маленький ребенок, которому не разрешили, может быть, проявляться или что-то. И мне хочется так закрыться, укутаться в одеяло, и чтобы это все было от меня так подальше. Как тебе на деньги смотрится? Мне кажется, что там какая-то злость, агрессия, как будто бы мне страшно там, как будто бы мне небезопасно. Мне хочется очень убежать от них подальше. и, ну, как-то прям вот, что называется, отвернуться. Все. Лен, скажи, откликается, не откликается? Я так понимаю, что сейчас заместитель в роли меня говорит, что я испытываю, правильно? Ну, наверное, я уже сейчас так себя не чувствую, но, возможно, я чувствовала и вот в ближайшем прошлом. Вот так. Но я хочу посмотреть вообще, как это развернется, я еще дам комментарий. Можешь сказать такую фразу? И мы сейчас посмотрим за твоими телесными реакциями. Да, помнишь, я говорила, что тело у нас реагирует в первую очередь. Скажи такую фразу, есть часть меня, есть часть меня, которая очень боится, которая очень боится, денег, денег, и я даю ей место. И я даю ей место. Что чувствуешь? Ну, мне вообще, я не знаю, я не знаю, вот куда руки деть. Например, у меня сейчас как-то, как будто, как будто, вот знаешь, ты давно сидишь на какой-то процедуре, ты уже устал, ты хочешь домой пойти, вроде бы надо остаться. Да, да. Конечно. Давай посмотрим, как деньги. Я сейчас не буду дальше погружаться, сейчас посмотрим, что у денег. У меня все хорошо. Я хочу ее даже потрогать. Она вот живая. Да. Я хочу с ней быть. Да, конечно. У денег все классно. Мне нравится она. Да? То есть у денег нет особо претензий, и у денег все нормально. Но обычно всегда так. То есть у денег к нам ничего нет, это у нас к ним что-то. Да? Как обычно. Классика. Ага, хорошо. Что сейчас с заместителем происходит? Я чувствую волнение, но некую такую расслабленность внутри. Чуть-чуть готовность, но все-таки такое очень сильное волнение. Даже, может быть, как детский трепет, может быть. И... Ну, пока все. Лен, скажи такую фразу. Я привыкла? Я привыкла. Волноваться. Волноваться. И суетиться. И суетиться. И это для меня способ? И это для меня способ? Взаимодействия с деньгами. Взаимодействия с деньгами. Ну, вообще, да, я очень люблю все контролировать. И часто могу тревожиться по тому, чего еще нет. Ну, наверное, многим откликнется, когда ты думаешь, хватит ли тебе на то, на то, на то, на то. Когда это еще то не наступило, а на сегодняшний день тебе все хватает. И вроде бы до этого тебе жизнь не то, чтобы сильно... Ну, даже если ты чувствовал, что вообще нет денег, но ты же как-то дожил до сегодняшнего дня. Да. Вот. Но я сейчас работаю над собой в целом, в том числе, больше работаю над YouTube и так далее, начинаю успокаивать себя, что типа, ну, вот мы до 31 года как-то дожили. Да. И мы тут можем посмотреть. Мы сейчас не будем глубоко погружаться, мы тут можем просто посмотреть, откуда это. Давай посмотрим, где ты это свистнула. Окей? Да. Где у тебя деньги живут? Мы с тобой уже смотрели, но ты постарайся сейчас почувствовать. Ну, сейчас я уже вот здесь это чувствую. Ага. Положи ручку туда, на маркер. Ага. У тебя какая рука рабочая? Правая? Ты правша? Ну, я правша. Ага. Мне, значит, левая твоя ручка нужна. Ага. Смотри. Вот это как раз-таки есть этот кинезиологический тест. Ага. Ты можешь повернуться туда. Мне просто нужна твоя рука. Ага. Держим руку достаточно упорно. Держи как просто по прямой, чтобы мне просто было удобно на тебя нажимать. Просто держим руку определенные усилия применяем, ну, чтобы ветер ее не шатал. Да. Да? Сейчас проверим по обычному тестированию. Скажи, я здесь? Я здесь. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Ага. Тебя здесь нет. Да? Возвращайся. Ага. Скажи, скажи такую фразу. Скажи, мне... Есть часть меня? Есть часть меня? Которая не совсем сейчас безопасна. Которая не совсем сейчас безопасна. И которая чувствует... И которая чувствует... Что лучше куда-то свинтить... Что лучше куда-то свинтить... Чем все это решать. Чем все это решать. Слушай. Как я чувствую сейчас? Да не знаю. Я не знаю, что мне сказать с первого раза в жизни. Нет слов. Потому что улетела. Не знаю, как реагировать. Да, 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 да. Потому что есть какая-то часть, которой туда смотреть небезопасно. И ты такая, я не здесь. Вы там что-то сами без меня поделаете, я в этом не участвую, знаешь. Я делаю. Да, и для этого ты просто почувствуй свои ножки, вот так вот поделай. Да. Ну и просто возвращайся в себя. Здесь безопасно. Мы ничего страшного делать не будем. Ей по-прежнему нужно держать. Держи, пока держи. Ну, если тебе комфортно опустить, можешь опустить, чтобы в себя вернуться. Видишь, как классно работает, да? Можно сразу проверить, да, в безопасности человек находится или нет. Потому что если не здесь, то не в безопасности. Безопасно. Хорошо. Ничего не буду делать, ничего страшного не случится. Можешь ничего не менять. Можно оставить все как есть. Ну, нет. Да, проверяй теперь. Хорошо, держи руку. Я здесь. Я здесь, повтори. Я здесь. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Чувствуешь разницу? Ну, да. Вернулась. Да, все хорошо. Ага, ручка на маркере. Мои деньги живут здесь. Арина, ну, давай в конце зафиксируем, с какими конкретно запросами могут приходить к тебе люди, с какими проблемами, чтобы их разрешить с тобой, там, или с расстановками, или в целом, неважно, да, может быть, они в целом о этом методе узнают от нас сейчас, и выберут другого специалиста, просто потому что, не знаю, энергетически ты не подходишь. А если подходишь, то к тебе. Скажи конкретно запросы, которые точно можно решить с помощью расстановок. Ну, я уже сказала, да, что запросы могут быть любые, расстановки работают с любыми запросами. Но если более конкретно, да, ко мне очень часто приходят с запросами деньги, бизнес, самореализация, все, что связано, да, с работой, с реализацией. Это могут быть отношения, да, там, если у вас какие-то сложности в отношениях, сложно найти партнера, либо же вы хотите почувствовать себя свободным, да, если, например, вам хочется проявляться, и вы чувствуете, что вы боитесь критики, не воспринимаете чужое мнение, да, и вам из-за этого тяжело идти в какую-то реализацию. Если вы хотите отношения наладить, да, с детьми, истории различные, болезни в том числе, даже с онкологией работают, расстановки, да, любые болезни можно расставить, можно посмотреть. Но это не значит, что ты вылечишь болезнь, это значит, что ты просто покажешь какие-то зоны, на которые человеку нужно обратить внимание. Да, я всегда смотрю, на самом деле все очень понятно, то есть когда ты на расстановке, я всегда смотрю по тесту, сколько процентов здесь психологии, сколько процентов физиологии. Я сразу человеку говорю, вот у тебя столько-то психологии, вот на столько-то мы можем поправить. Дальше ты уже, ну, дальше это уже твоя ответственность, дальше ты делаешь сам. Ну да, чтобы не было такого, знаешь, что потом появится, не знаю, понимание, что... Комментаторы, да, скажут, как же это так. На остановке лечит онкологов. Нет, абсолютно. Я всегда говорю, что я никогда не отрицаю медицину, обязательно она присутствует, должна в вашей жизни, проверки и так далее. Но есть альтернативные способы, которые могут просто помочь, скажем так, да? Ну, как у меня. Спасибо большое, Арина. Я оставлю все контакты Арины. Если вы даже скептически относитесь к этой теме и досмотрели каким-то чудом этот выпуск до конца, будет здорово. Напишите свои комментарии. Интересно посмотреть, как люди к этому относятся, потому что я до конца еще сама не поняла, как я к этому отношусь. Я только пробую. Какие-то вещи у меня уже получились благодаря этим процессам, которые я попробовала, поэтому я дальше иду и дальше пробую. Поэтому и Арина, собственно, здесь, мне кажется, только потому, что я уже впустила в свою жизнь. Да, да, да. И я хочу сказать на самом деле, что я абсолютно никого не склоняю верить в то, что я говорю. И все может остаться так, как есть, и это может работать для вас, и это окей. То есть это только для тех, кто, да, действительно чувствует потребность и чувствует отклик. Да? Да. Я в любом случае оставлю все контакты Арины, традиционно все будут под этим видео. Вы можете писать либо в комментариях, она это все увидит и ответит здесь, либо можете просто обращаться к ней лично, сделать, например, этот тест, и Арина вам на все это ответит. И, конечно, подписывайтесь на этот прекрасный канал, где видите, насколько разнообразные темы появляются. И мне кажется, чем больше разных героев я приглашаю, тем больше и шире можно понимать, почему, что происходит в этом мире. Подписывайтесь на мой Инстаграм и Телеграм-канал. И помните, если вы хотите запустить свой YouTube-канал, то у меня есть бесплатное видео с пятью шагами, которое можно найти в анкете в моем Инстаграм. Все, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok